Приветствую вас, Наталья. Давайте разберём ваш вопрос. Ну, во-первых, ревнуют людей не только из-за того, что неуверенность в себе. Вообще, неуверенность в себе, это очень такая, знаете, описательная конструкция больше. Нежели чем что-то реальное, на что можно опереться. Хотя, безусловно, это используется для того, чтобы лучше и более коротко описывать некие феномены, некие явления и факты. Я могу вам привести перечень основных причин, из-за которых у человека возникает бременность. Только я боюсь, что вам это ничего не даст. Я, конечно, приведу, но я боюсь, что вам это ничего не даст. По крайней мере, здесь и сейчас, потому что я чувствую у вас очень сильный дух, такой вот противоречивый дух. И глобально, глобально вам нужно понять одну очень важную вещь. Если вы хотите быть счастливы, если вы хотите, чтобы был счастлив ваш муж, а в будущем, возможно, и ваши дети, вам необходимо начинать психотерапию, то есть работать над собой, и признать, что есть вещи, которые вы делаете деструктивно, то есть вредно по отношению к себе и по отношению к другим людям, в том числе и к своему мужу. Глобально вам это нужно признать. Если вы этого не признаете, ситуация будет ухудшаться. Теперь, что касается по поводу причин ревности. Страх одиночества, боязнь остаться одному, ну, боязнь остаться одному, сравнивание себя с другими людьми. Вот. Я полагаю, что в какой-то степени это относится к вам, потому что вы хотели найти его бывшую девочку, чтобы на нее посмотреть. А посмотрите вы для того, чтобы сравнить себя с ней. Вот. Дальше. Собственническая идеология по отношению к людям. То есть мужчина только мой и никому больше не принадлежит. То есть это восприятие себя и других людей как товар. То есть обесценивание духовной значимости людей. И, соответственно, восприятие себя и окружающих именно как предметов собственности. Чрезмерная значимость секса. У вас это выглядит несколько противоречиво, потому что, с одной стороны, вы, вроде как, вам указывать им секс надоедает, с другой стороны, вы очень боитесь, что мужчина вам изменит. Здесь я хотел бы дать такой комментарий, что это абсолютно нормально, что мужчина, ну, что партнеры имеют разные потребности в сексе. Мне не очень понятно, почему, ну, вы не можете своего партнера удовлетворять сексуально, да, не занимаясь сексом. То есть не классическим сексом. Не очень это понятно. То есть мне кажется, что эта проблема вообще элементарно решается. Вот. То есть, ну, вам надоело, вам не нужно, ему нужно и, как бы, если вы его любите, почему вы его не можете удовлетворять сексуально другими способами, не очень понятно. Вот. Следующий момент, это опыт измен в семье и вообще опыт измен в социальной сфере. Дальше, в отношениях к изменам. То есть, измена это всегда неприятно, измена это всегда негативно, но само понимание измены, оно искажено. Вы почему-то считаете, что главное, это если мужчина физически вам изменяет женщину. Это, конечно, значимо, но это вследствие кризиса, это вследствие проблемы. И, по большому счету, если человек достаточно зрелый психологически и эмоционально, то он не оставит измену просто так, он не закроет у него глаза, но он замотивирует своего партнера при условии любви, при условии наличия любви между ними. Чтобы тот менялся. То есть, все дело здесь в духовном, опять же, состоянии. Но вы отдаете внимание, отдаете предпочтения, отдаете приоритет, если угодно, физиологии. И это странно для взрослого человека. То есть, мне кажется, что отношения все-таки это нечто больше, чем просто сексуальный контакт. Вот. И это, к сожалению, говорит о том, что вы духовно незрелый. Вот. Ну, с этим можно бы работать и, опять же, при наличии вашего желания это все можно сделать. Ревность проистекает из, вот вы говорите про уверенность в себе, но вы же сомневаетесь в том, что молодой человек будет терпеть вас. С…ерпеть вас. Вы не сомневаетесь, что молодой человек будет терпеть свою неудовлетворенность ради вас, а значит вы сомневаетесь в своей важности для него. Вы допускаете, что он хочет кого-то еще кроме вас. А значит, вы и как раз таки не уверены в себе, и вы можете сколько угодно знать, что вы красивая, но дело не в красоте. На одной красоте в отношениях далеко не уйдешь. Важна духовная связь, важна глубина духовной связи, у вас ее нет и не может быть, потому что вы, вот вы пишете, значит, сейчас, в июне вышли замуж, а вместе вы с января этого года, то есть всего полгода. Полгода, полгода и замужество, даже больше, уже больше полугода вы вместе, это очень маленький срок отношений для людей вашего возраста, и видите ли, ревнуют здесь, ну, точнее, не здесь, а вообще ревнуют люди, у которых есть проблемы с самореализацией. Вы, судя по тому, что столь ранее в возрасте и столь быстро создаете семью, испытываете проблемы с реализацией. Ваша реализация, судя по всему, направлена на семью, на создание семьи. Это большая проблема, потому что вы здесь, сами понимаете, вступаете в такую определенную зависимость от семьи, от окружающих, от вашего окружения, от тех, кто вас окружает, это большая проблема. Вот, это основные причины, основные причины для ревности. Вместе с тем, нельзя не отметить, что в ревности есть элемент паранойи, есть элемент навязчивости. То есть, паранойя, это, по большому счету, наличие определенных реальных фактов, которые действительно могут стать причинами того, что мужчина либо изменит вам, либо от вас идет. На данный момент факт заключается в том, что вы с мужчиной, со своим мужем не имеете глубокой эмоциональной связи. Вы говорите, что вы уверены в себе, но когда он сказал, что вам нужно подкачать определенную, так сказать, часть вашего тела, то вы сразу же побежали о ее каже. Уверенные в себе люди вряд ли будут так поступать, потому что все, что с ними происходит, происходит с ними по их желанию. И уж точно они не будут, по первому требованию, выполнять предпочтения своих партнеров. Это говорит о низкой самооценке. О непринятии себя. Ну, собственно, что вытекает из того факта, что вы сравниваете себя с другими людьми. Так вот, сторона паранойи в ревности, это реальные факты, на которые нужно посмотреть. Которые нужно, как бы, включить в картину, в реальность вашей и вашего мужа. И исходить в том числе из этого. А не закрывать глаза и пытаться сделать так, что этого нет. С другой стороны, в ревности присутствует элемент навязчивости. Элемент навязчивости заключается в том, что у человека есть определенные навязчивые, то есть неконтролируемые мысли. Которые, по большому счету, мешают человеку нормально жить. И за подобными мыслями кроется определенное желание. Как я думаю, поскольку вы контролируете своего мужа, контролируете его социальную сеть и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что это проблема личных границ. То есть, отграничивание себя от другого человека. То есть, вот я, вот другой человек. Это я, это ты, за это отвечаю. Я за это отвечаю. Ты это мое краснавство, это твое, для вас этого не существует. И, исходя из этого, можно предположить, что и в вашей семье. Либо этого не существовало, либо очень, эм, такие вот, отстраненные, отстраненные и холодные были отношения. Ну, я в этом не уверен. В любом случае, это нужно корректировать. Это нужно не исследовать. Наконец, есть проблемы доверия. Эм, собственно, проблемы доверия между вами, между вами как пары. Да? Эм, на чем строится доверие? Ну, на бытовом уровне доверие устраивается на поведении другого человека. То есть, вот как другой человек себя ведет, так и доверит. То есть, пока, грубо говоря, хатика приходит каждый день ждать своего хозяина, хатика мощно доверяет. Если хатика не пришла однажды, или не пришел, я не помню. Если однажды собака не пришла на положенное место, то это значит доверие под сомнением, доверие под вопрос. Парадокс такого доверия, точнее, основная деструктивная история в таком доверии заключается в том, что сколько, сколько долго партнер не доказывал, что он надежный, одна ошибка может стоить ему многих лет доверия. Мне кажется, такая форма доверия является крайне незрелой, крайне хрупкой и манипулятивной, потому что можно совершенно легко и спокойно обвинить партнера в том, что, ну, что это он виноват в том, в том, что отношение распалось. На мой взгляд, доверие, если это здоровое доверие, выстраивается на доверие себе и на том, что актом свободной воли я делаю для другого человека. Так в таком случае действия другого человека, какими бы они ни были, не касаются меня в полной мере. Ну, понятно всё, для этого нужны личные границы. Без личной границы отработать не будет. Для этого нужно тонко чувствовать, что я хочу делать для человека, а что я не хочу. Для этого необходимо осознавать, для чего я с этим человеком, почему я с этим человеком, для чего я, например, вышел за него замуж, и чего я вообще про жизнь не хочу. Что я могу дать человеку, что я могу дать легко, а что я могу дать тяжело. Что для меня давать легко, а что для меня давать тяжело. Для вас было понятно, о чём идет речь. Вот яркий пример. У вашего мужа сексуальная активность достаточно высокая. У вас сексуальная активность несколько ниже. Соответственно, мужчина может больше дать сексуальной активности, вы можете меньше дать сексуальной активности. И давать столько же сексуальной активности, сколько ваш муж, вам тяжело. Это нерешенная проблема, выход из которой пока что вы не нашли. И вот таких ситуаций в отношении достаточно много. Одному человеку легко это давать, другому тоже давать тяжело. И важно не то, чтобы каждый пытался пересиливаться и давал то, что ему нужно, а чтобы люди адаптивно и гибко устраивали свои отношения так, чтобы они давали только то, что им легко, то не требует от них затрат. Но для этого, опять же, нужно прислушиваться к себе. Ревнуя, вы пытаетесь закрыть глаза и убежать от тех проблем, которые есть у вас лично-лично и между вами и мужем. Ну, по большому счету, рано или поздно они дадут о себе знать. Почему измена так важна и значима для человека? Потому что она может изменить его представление о себе. Она может разрушить ту реальность, в которой человек живет. Но он задает вопрос, а кто тогда эту реальность создавал? Вы или кто-то другой? Почему люди сравнивают друг друга, себя с другими? Им не хватает информации о себе, у них нет ответов на вопрос. Кто я? Какая я? Вы знаете, что вы красивая, но вы также знаете, что если я красивая, кто-то может быть красивее. Это проблема. Ну, значит нужно что-то большее, чем просто внешняя красота. На этом все, я надеюсь, что помог вам, я надеюсь, что дал вам пищу для размышлений, по крайней мере я старался это сделать. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку в качестве лучшего, я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...